Зима традиционно застала нас неожиданно, поэтому нерасчищенный снег на дорогах и тротуарах Сарова снова актуальная тема. На своей странице ВКонтакте глава города Алексей Сафонов написал, что за прошедшую субботу коммунальщики вывезли 160 тонн снега. Для этого задействовали 24 единицы техники. А за выходные рабочие использовали более 200 тонн противогололедных материалов. Из-за большого количества снега техника выехала на дороги города в ночь со воскресенья на понедельник, чтобы к началу новой рабочей недели расчистить тротуары и проезжие части. Дорожное эксплуатационное предприятие работает круглосуточно. Сначала рабочие расчищают дороги в первой очереди, по которым ходят маршрутные автобусы. Не везде. Вот на тропе здоровья, в общем-то, там плохо почищено. Раньше было лучше. Они раньше до асфальта чистили, а сейчас нет. Сверху. А сверху все уже утоплено. Скользко, особенно пожилым. Почищено. Ну, можно было, конечно, получше. На оценочку 3-4, я бы сказал. Где вот нечищено сейчас еще? Нечищено. Ну, вот объездная, получается, вот как наезд поехать. Там вот нечищено. Там едешь, занос сильно идет. Первый снег выпал, на другой день все чисто было. А у нас во дворе вообще рано утром уже трактор проехал и все почистил. Так что... А есть такие места, где нечищено? Или везде? Вы знаете, вот пока хожу, я не замечал, чтобы колено лезли в сугробу. По крайней мере, во дворах я не могу ничего гарантировать. Но в нашем дворе чисто. Сейчас ДЭП и центр ЖКХ чистят дороги и тротуары второй и третьей очереди. Грузят и вывозят снег. Также, по словам Алексея Сафонова, в городском бюджете изыскали средства, чтобы приобрести дорожно-эксплуатационному предприятию два автосамосвала и трактор с навесным оборудованием. В зиму мы возобновим эвакуацию. То есть, согласно графику, согласно знаков, то есть, все это будем эвакуировать. Потому что очень здорово мешает уборке улиц. Просьба только к жителям города, чтобы убирали в свое время транспорт и старались не мешать уборке города в процессу этому. При многоснежной зиме ДЭП планирует привлечь дополнительную технику у частных фирм. Но расчистить город быстро не позволяет также и нехватка рабочих рук. Кадровый голос существует, особенно, скажем так, и по водителям-механизаторам, и по дорожному участку, и по автослесарям, которые производят ремонт. То есть, как бы объявление даем, но пока, к сожалению, тяжело. В городе действуют горячие линии, по которым сравчане могут сообщать о территориях, где сложилась особенно сложная ситуация с нерасчищенным снегом. Уборкой дворов занимаются управляющие компании, а уборкой улиц – дорожное эксплуатационное предприятие. Позвонить и сообщить о проблеме на дорогах можно по телефону 993-40, телефон центра ЖКХ 991-94. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.